НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент провел совещание по международным вопросам. По итогам визита в Россию и переговоров с Владимиром Путиным достигнуто взаимопонимание по всем вопросам, заявил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, международная повестка остается крайне напряженной. Правительству необходимо повысить эффективность работы по реализации договоренности с зарубежными партнерами. Давайте договоримся, что роль президента, как это образно говорят, открыть окно. В том или ином направлении создать почву, основу, фундамент для будущих договоренностей членов правительства и премьер-министров. А уже правительства, прежде всего ведомые Министерством иностранных дел под контролем администрации, должны реализовывать те или иные договоренности. Не говоря уже о ваших договоренностях членов правительства, которые вы достигаете в процессе своих поездок. Беларусь должна определить стратегию движения к целям, которые были намечены. Сейчас достигнут ряд договоренностей, реализовать которые лишь предстоит. Ко всему прочему, Александр Лукашенко добавил, в канун 25-летия образования союзного государства должны быть решены все проблемные вопросы в рамках реализации совместной политики. Виртуальный бизнес. Бобруйчанку привлекли к ответственности за видео интимного характера. 24-летняя предпринимательница организовала порно-студию. На протяжении полугода в арендуемой квартире изготавливала непристойные материалы. В качестве актеров девушка привлекала знакомых. Видео продавала через приватный телеграм-канал, доступ к которому стоил до 50 рублей. У фигурантки дома обнаружено изъято фото- и видеотехника, осветительное оборудование, носители информации, тематический реквизит. Возбуждено уголовное дело. Продуктовая корзина, активный туризм и не покладая рук. Третий трудовой семестр в Беларуси в самом разгаре. Чем занимаются ребята? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Белорусский каравай с каждым днем становится все больше. В республике намолочено 4 миллиона 800 тысяч тонн зерна с учетом РАПСа. В лидерах три области миллионера – Минская, Брестская и Гродненская. Параллельно идет теребление льна. В год качества планка высока, как никогда. Аграрии прикладывают все усилия, чтобы получить заветные 11 тонн. Третий трудовой семестр в Беларуси в самом разгаре. Для молодежи это возможность не только отдохнуть, но и подзаработать. Получить ценный опыт и познакомиться с новыми людьми. Большинство студенческих отрядов задействованы на различных предприятиях и в организациях. Ребята работают по семи направлениям. Строительство, производство, медицина, педагогика, экология, сельское хозяйство и сфера услуг. Сейчас в студотрядах насчитывается более 30 тысяч человек. По итогам первого полугодия белорусы стали есть меньше мяса. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го на 6% снизились продажи свинины. Говядины на 11%. Хорошим спросом пользуются морепродукты плюс 34%. Не так активно берут крупы и макаронные изделия. Налегают жители синеокой больше на картофель, огурцы, томаты, морковь и репчатый лук. В почете и яблоки их реализация прибавила 26%. В Беларуси заработали школьные базары. Ассортимент, разнообразные формы, обувь, канцелярия. Одеться могут как первоклассники, так и старшеклассники. Для девочек предлагаются сарафаны и юбки, для мальчиков костюмы. Собрать ребенка в школу можно минимум за 370 рублей. В стоимость входит одежда, туфли, рюкзак и его наполнение. В прошлом году Беловежскую пущу посетили более 74 тысяч иностранцев. Поток туристов прибавил 6% в сравнении с 2022. Особенно привлекательны для гостей экскурсионные вольеры, где наплыв посетителей возрос в полтора раза. Одновременно развивается и экологический туризм. Организовываются экскурсии в дикую природу – сафари-туры. Это лето как осень. Энергетики делают все возможное для устранения последствий непогоды. Из-за сильного ветра, который пришел в страну вместе с циклоном, в первой половине дня увеличилось количество отключений электроэнергии. В основном это связано с падением деревьев и веток на провода. Электроснабжение восстановлено в 952 населенных пунктах. Работы продолжаются в Минской и Гродненской областях. Задействованы 283 аварийные бригады и 339 единиц техники. Тем временем в Бобруйске начались плановые отключения электроэнергии. В район улицы Урицкого, также Форштадт, район улицы Кирова. То есть производится плановые ремонты как воздушных линий, так и трансформаторных подстанций. То есть запланировано это разбито на неделю работа. В результате непогоды в Бобруйске повалено несколько деревьев. Согласно данным спасателей, порывы ветра на территории региона достигали 20 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности объявлен и на 30 июля. В случае усиления ветра рекомендуется укрыться в ближайшем здании, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. В Бобруйск впервые с международной программой приезжает цирковая компания «13 метров». Яркие номера, волшебная атмосфера и море веселья. Где и когда можно будет увидеть представление, расскажет Роман Костюков. Народ жаждет зрелищ. Кто не любит сходить в цирк – удивительное и волшебное место, где сбываются мечты и оживают фантазии. Для всех желающих появилась прекрасная возможность незабываемо провести время. 9 августа в Бобруйск приезжает шапито «13 метров». Это единственное самое большое шапито в Беларуси. У нас очень удобный зал, у нас очень удобный вид места. У нас большое количество дрессированных животных, а также воздушных номеров. Гостить в Бобруйске цирковое шоу будет вплоть до 25 августа. Расположится купол в городском парке по улице Интернациональная, 45А. Программа порадует участием артистов из Беларуси, России и Киргизии. Продолжительность красочного представления – 2,5 часа. Этот продукт еще не видел белорусский зритель. Это совершенно новое цирковое шоу, которое, я думаю, не оставит ни одного равнодушного зрителя, потому что здесь мы собрались в максимально цирковые жанры. Цирк – это не только зрелищное шоу, но и преданность своей профессии. Многолетний труд, упорная работа над каждым номером, тренировки и дисциплина. Артисты шапито «13» пойдут на все, чтобы порадовать зрителя. Турский цирковой артист. Родители цирковые. Я с детства занимался акробатикой, эквилибристикой. Работал в свободную проволоку, сейчас перешел в жанр клоунады. Ну, уже, в принципе, достаточно давно. Ну, вот, работаем, развиваемся. Акробаты и жонглеры, эквилибристы и воздушные гимнасты, канатоходцы и более 30 дрессированных животных ждут именно вас. Билеты продаются как предварительно по доставке, так и в кассе с 5 августа. Стоимость – от 20 до 50 рублей. Предложение, от которого невозможно отказаться. Только 9 числа при покупке двух билетов – третий. В подарок для ребенка до 12 лет совершенно бесплатно. Детям до пяти вход свободный. Не пропустите завораживающее и яркое событие. Роман Костюков, Бобруйск, 360. Синяя вечность. В Бобруйске отметили день военно-морского флота. Традиционный митинг прошел у мемориального памятного знака в честь моряков Днепровской военной флотилии. Офицеры, ветераны флота и морской пехоты, семьи моряков и жители города почтили память погибших героев и вспомнили о боевых подвигах. Лучших наградили грамотами, медалями и памятными знаками. Все моряки города, которые празднуют этот праздник в городе Бобруйске, это когда-то мы при Советском Союзе служили на всех флотах. И когда распался Советский Союз, мы все ушли. Где проживали, там и вернулись. И по традиции, каждое последнее воскресенье этого июля мы празднуем день военно-морского флота. Финальным местом проведения праздника стал пляж санатория имени Ленина. На середину реки был спущен венок в память о погибших моряках и кораблях. Сразу после новостей программа «Старый город» локация «Социалистическая 54» или бывшая аптека на углу Муравьевской или Адамовской. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!